Добрый день, меня зовут Виктор Андрухев, работаю руководителем Ассоциации футбола Дмитриевской области. Но сегодня у нас немножко обстоятельства поменялись и для нас сегодня волонтерство стало основной деятельностью. Мы организовали региональное представительство нашего гуманитарного штаба, нашей футбольной семьи и активно сейчас занимаемся волонтерством. Собираем различную помощь в виде продуктов питания, средства личной гигиены, медицины и доставляем по региону, работаем с шелторами, с переселенцами, общаемся с гуманитарными центрами. Мы стараемся выезжать почаще за город, потому что чем дальше от города находятся подобные центры, где люди, которые из горячих точек регионов страны переехали, тем сложнее их социальная ситуация, тем больше есть нерешенных проблем. И вот именно в такие места, куда наши местные волонтеры не доезжают, либо не справляются, наша задача в первую очередь и попасть. Сегодня практически 3-4 раза в неделю делаем выезды и знакомимся с активистами, которые просто с нуля открыли шелторы, которые занимаются решением гуманитарных вопросов переселенцев, которые приезжают в самые разные точки региона. Это и Желтые воды, Павлоград, Кривой Рог, Синельниково, Вольногорск, Каменское. То есть фактически весь Сидебрадорский регион сегодня стал своего рода центром по приему переселенцев и они нуждаются в материальном обеспечении, хотя бы минимальном, мы это понимаем. И стараемся решать именно эту задачу сегодня нашим футбольным коллективом, нашей футбольной семьей. Здравствуйте, 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 меня зовут Виктор. Здравствуйте, привет, Коса. Приятно. Так, это наши главные футболисты. Да, мы так скоро быстренько познакомились. Мы действительно, да, сотрудники Ассоциации футбола Украины. И мы вот здесь в нашем Непридорском регионе с момента, ну, начиная с футболия, с начала марта сделали волонтерский такой штаб. И везде по регионам, в нашей области ездим, работаем с шелторами, с гуманитарными центрами. Вот сегодня у нас там в Желтой Волике где-то 120 километров, да, Днепра, 130. Ездили, то есть по всему региону. Вот ребята с нами связались, сказали, что вот такая ситуация, мы сразу, что быстренько встретились. Что вчера созвонились, сегодня уже встретились. Созвонились и моментально помощь пришла. Мы старались собрать самое необходимое, а там дальше будем общаться. Тормально? Да, самое главное, да. Футболиста, что самое главное, это мяч. Это мяч, да. Поэтому вам, мы привезли два мячика, я думаю, должно ребятам... Виктор, поставьте автограф, пожалуйста. Ну, давайте. Конечно, вы что, такое событие великое. Так. Давайте. Вот, а тут не только взрослые мячи будут, а здесь смотрю. Здесь все будут играться. Скорее всего, я. А Сережка спит? Причем ты? А, Сережа спит. Там они только попросыпались. Мы же уборкой, а они спали. Я поняла. А тут самый громкий, только далкнуть о себе. Да. Ну, Свиня пришло отдохнуть. Сегодня мне не так уже холодно стало, что в чашу. Позакрывали, что там. Сейчас еще там одеяло с полочинами, ребята привезли, там детского спорта. Позакрывали. Масло под кейсом. Вась, иди сюда. Спасибо. Да, это сфотографируйся. И сюда. Сейчас все обсудим. Так. Спасибо. Разписал. Ура. Как тебя зовут? Андрей. Андрей. Хорошо. Так. Хорошо, постирать надо было. Ну, да. И попей, и постирать. Да, да. Потому что попить то одно, а я не могу продолжить не ходить так. Повезло Андрею. Да, да. Прям вообще. Именной, чтобы был как положено. На память на всю жизнь. Да. Держи. Ура. Так. Давайте. Да ничего, мы справимся. Так. Матрасики. Вкусняшек привезли вам целую кучу. Иван, на закрой. Мы все сюда вызвали, и кто-нибудь два-три слова скажет, что там есть. Сейчас забрали. Иди сюда. Ты единая ласточка. Иди. Ты единая ласточка. Так. Ну что, дети? Приготовились налетать? Сейчас будет самое интересное. Как будет это все? Стой. Так, матрасики. Ой, теперь вообще прям у вас красота будет. У вас можно теперь этот, центр открывать. Центр реабилитации и всего остального. Детка, видать. Детский садик. Траву уже вырвали. Красота. Детский садик. Детский садик. Да. Детский садик. Так, сейчас вот забежимся. Я расскажу, что мы тут собрали. Мы не знали просто, что пригодится, что не пригодится. Взяли все по чуть-чуть. Это теплое покрывало. Это все новое. И ниже это идти всякие полотенца. Да и мы обратно положили все тут. И там еще полотенца для рук, для умывания тоже. Все это новое. Взяли немножко всяких средств гигиены. Там туалетная бумага. Новые пасты, щетки, мыло. В принципе, всего по чуть взяли. И детки вам жарко уже. И кепочки вам взяли. Держи. Все малышне. Держи. Бери, не бойся. А где, я не знаю, ребята, еще не разбежались. Так что тут по гигиене тоже. Там и мыло, и шампунь, и щетки, и пасты. Все это собрали. И в принципе остальное. А, самое главное. Самое вкусное. Самое вкусное. Сейчас, где все? И вон сюда. Кепка тут интересная. Ага, вот уже сама вкусная. Анют. А ну давай. Сейчас взрослые будут завидовать детям. Ну, как чего? Потому что. Сейчас уберите. Так, ну тут уже просто там это всякие вкусные штучки. Поэтому уже сами откроют. Пожалуйста, как-то так. Дети разберутся. Да, да, да. Я думаю, уже сами разберутся. Берите, 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 берите. Все, берите. Тут еще очень много таких пачек. Поэтому, я думаю, на всех хватит. Там надо перекрыть. Что по продуктам? Масло, крупы, макароны, гречка, кетчупы, консервация, консервы. Короче, наложили всего, чего только может пригодиться. Сахар, соль. Да, в принципе, должно на какое-то время хватить. Всего там по чуть-чуть. Старались ничего не забыть. Если есть какие-то... Что-то такое специфическое, что нужно. Ну, может, не знаю, вдруг там какая-то острая необходимость есть. То давайте общаться. Будем думать, как помочь. По воде... Это к вам вопрос. Да, это к вам вопрос. Да. Если что-то специфическое, чего не хватает, расскажите. Нам воду надо, это по любому воду. По воде, смотрите. У нас есть возможность... Да, у нас есть возможность... Какой угодно объем воды собрать. Проблема в том, что вообще стал воду найти, как перевезти. То есть у нас... Да, у нас... Как это называется? Ну, скважина, да. Да, скважина, очищенная вода. Где просто уже мы набираем воду, очищенную, питьевую. Ее только единственное, надо что-то разлить. Я тогда обращусь к своим товарищам, чтобы они помогли. Это могут быть 5-6 литровки, 20 литровки. В общем, будем искать тару. Вода есть. Да. Будем тару искать. Вода есть, да. То есть вода сколько надо. Мы там вот в бусе привезли, там, я не знаю, думаю, полтонны воды точно привезли. Мы подумаем, как побыстрее ее собрать, чтобы вам привезти. В принципе, вот это мы можем. Что-то, если вдруг еще специфическое есть, поговорите. Давайте подумаем, что-то... Мы спрашивали насчет детского питания или памперс и все такое. Сказали, ребята, не надо. Уже повзрослее, да? Уже даже семеша самостоятельный. Ну, отлично. В принципе... Такое все у вас там же... На первое время есть, а дальше будем... Да, да, дальше будем. Сейчас мы к этому шуму. Плюс-минус недалеко. Поэтому... Будем тогда... А ну, еще раз, малыш, скажи, как тебя зовут? Настя. Настя, а тебя? Аня. Анечка? О, у меня жену Анечка зовут. И у меня. Анечка, красивое имя. Ну, будем тогда знакомы, да? Да. Давайте все скажем спасибо. Давайте, может, вместе сфотографируем? Давайте. Все, сейчас заканчиваем кино и делаем фото. А вы напротив солнца, как бы... Тебя припыски не мало, да? Что, Евгения Михайловна, миссия состоялась? Да. Вы счастливы? Я думаю, люди счастливы, и от этого уже хорошо. И мы счастливы. И они счастливы, и все счастливы. Да. Все. Всем пока. Быть добру. Мы победим. Кстати, если вы знаете людей, которые находятся в подобной ситуации, переселенцы, у которых тяжелые условия, нет еды, воды, одежды и так далее, значит, сейчас появятся телефонный номер, это мой вайбер, там все мессенджеры, WhatsApp, Telegram, значит, пишите, звоните, я думаю, мы будем стараться и им помочь. Слава Украине!